Ну, я не знаю, там даже самые прилизанные тексты, да, на которых я пытался, ну, какой-то возлагать надежду на их эфирность и промоционность, вот, они не пролазили, потому что очень лирическая песня, там, нравится барышям, очень-очень-очень для меня, там, повторяю название «Ты и я», значит, один программный директор на одном великом радио сказал, «Знаешь, старик, вот строчка «Твоя безупречная нога, она не катит», я говорю, почему, ну, наши слушатели могут подумать, что у девушки одна нога, я говорю, ну, как, это вот такое, такая гипербола поэтическая, ксенегдоха это называть, ну, я говорю, мы университетов не кончали, мы народу служим, ну, в общем, лежи-не лежи, так сказать, нога все равно торчать будет, будет. Ну, последний вопрос, кому можно сейчас сказать человеку, музыканту, либо еще какой-то группе, которому сказать, вот, у них поезд ушел, у нас еще здесь, вот, к кому он нравится, к кому действительно стоит стремиться, ну, по-вашему. Еще раз не понял, вот, вопросы. Сформулирую проще. Вот есть люди-музыканты, на которых вам, вот, хочется сравняться, ну, вот таких людей не существует, российские, может быть, нероссийские. Ну, для меня это, это такие, вечно зеленые старички, типа, и Гиппопа, да, так сказать, и Ара Смит, да, которые вот лежали, лежали, как Ильи Муромцы, такие, Ильи Муромцы, правда, до 33-х лет на пещере лежал, потом стал всемирно известным богатырем, эти чуть подольше. Ну, мне нравятся вот такие живчики, озорные стариканы, вот, наверное, я на них и ориентируюсь. Спасибо вам, Ваня, большое. Будет приятно послушать сегодня. Спасибо. Думаю, получите массу, я вас приятно. Как, нормально?